Накануне нового учебного года в Люберецких учреждениях культуры прошел День открытых дверей. Это ежегодное мероприятие, на котором дети и взрослые могут записаться в творческие объединения и поучаствовать в культурно-развлекательной программе. Наша съемочная группа посетила Люберецкий дворец культуры и Центральную библиотеку имени Сергея Есенина. Подробности в нашем сюжете. День открытых дверей в Люберецком округе проходит весело и с пользой. Перед дворцом культуры выступили творческие объединения. Среди гостей много семей с детьми, например, семья Лопатниковых. Сюда пришли, чтобы познакомиться и записать сына в театральную студию. Мы шли к этому руководителю, которому нам посоветовали уже другие люди, которые у него занимались. И сегодня мы совместили, так сказать, приятное с полезным. Пришли и записали с кружок, поприсутствовали на праздники. В одном только дворце культуры более 30 кружков, как для детей, так и для взрослых. Это и пение, и танцы, и театральное искусство, и живопись. Записаться можно не только перед началом учебного года, а круглогодично. Все руководители клубного формирования у нас большие профессионалы. Они ежегодно участвуют в выставках, в различных мероприятиях, в фестивалях, конкурсах областного уровня. Привозят лауреатство первой степени. Например, во дворце культуры проходят занятия заслуженного коллектива Российской Федерации. Народно-хореографического ансамбля «Россия». Звание они получили в прошлом году. К сожалению, в нашем современном обществе народные танцы вообще не популярны. Хотя на самом деле, на мой взгляд, это один из самых красивых видов танцев. Поэтому очень сильно хотелось бы, чтобы современная молодежь, дети, они занимались именно этими номерами. Акцию «День открытых дверей» поддержали все учреждения культуры округа. Ознакомительную программу подготовила и Центральная библиотека имени Сергея Есенина. В этом году в нее вовлечены не только дети, но и взрослые. Сегодня у нас для родителей именно, наверное, неожиданно. Они приводят сюда детей и не думали, что и для них найдется интересное занятие. Но, тем не менее, это лекция нейропсихолога о том, как правильно подготовить ребенка к школе после длительных летних каникул. Для детей организовали урок лепки и рисования. Во дворе соорудили чудо-рощу. Связанные детьми композиции украсили стволы деревьев около библиотеки. Такой досуг оценили даже самые маленькие гости Есенинки. Я пришел сюда впервые, мне очень понравилось. Я тут никогда не была, но мне тут очень понравилось быть, так что я сюда еще буду приходить. День открытых дверей свою задачу выполнил. В учреждение культуры округа с нового учебного года будут ходить новые и любознательные ученики.